Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Подошел к концу первый сезон проекта под названием «Остров любви». В городских квартирах состоялся финал конкурса. Победителями первого сезона стали Ваня Барзиков и Ира Пинчук. Интриги не получилось. Практически все время, пока шло голосование, их пара лидировала. Ира и Ваня благодарят зрителей, которые голосовали за них. Скоро ребята начнут готовиться к свадьбе. Карина Багдасар поздравила Иру с победой. Она написала «До меня дошла информация, что Ваня сделал предложение Ире специально, так как на Доме-2 потом будет свадьба на миллион и человек года. Всю эту показуху он делает для пиара. Мы все помним, что Ваня обещал отдать свою половину выигрыша на благотворительность. Если действительно Ваня женится на Ире и отдаст свои деньги, тогда я извинюсь публично». Также свой приз от организаторов получила и Марина Мексика. Она украсит декабрьскую обложку журнала «Дом-2» и получит работу. Марина вместе с Мадиной Кузаевой станут ведущими новостей площадки на Сейшелах. И только Саша Задойнов среди финалистов один остался без подарков. Отношения между Сашей и Мариной продолжаются. На этой неделе они едут к Саше в Ярославль. У них все мега круто. Две участницы первого сезона «Острова любви» Лиза Полыгалова и Юля Теплова после финального ток-шоу отправились на поляну. Судя по тому, что Александр Вейс написал в своем блоге, между ним и Юлией Тепловой возникла симпатия. Лиза Кордобовская, которая тоже планировала прийти на поляну, отказалась от этой затеи. Девушка пишет «На поляну прямо сейчас поехать желание не возникло. Там одна грязь, а я хочу отношений». Катя Кауфман и Илья Ябаров снова помирились в городских квартирах на съемках финала. Костя Иванов сделал неприличное предложение Саше Гозиас. Он пригласил ее в гости, но при этом настаивает, чтобы она сама оплатила за себя дорогу. А на Сейшелах девушек осталось всего 10. Вслед за Ангелиной Никерсон проект покинула и другая девушка Алина Калмачева. Ее затравили другие девушки, решив, что Алина слишком зависима от матери и без ее одобрения ничего не делает. Калмачевой предложили привезти маму на остров, но она отказалась участвовать в этом балагане. Олег Бурханов выразил симпатию сразу пяти девушкам на острове. А скоро на Сейшелах появится и третий жених. По слухам, это Денис с поляны, он уже якобы вылетает на Сейшелы. Муж Ольги Бузовой опубликовал фотографию из больницы, где он лежит после операции. Он поблагодарил свою маму и всех остальных за поддержку. Однако о жене он не упомянул, тем самым подогрев слухи о ссоре в своей семье. Когда фанаты Бузовой увидели ее очередное фото, то решили, что Бузова ушла из квартиры мужа. На очередном селфи она запечатлела себя с чемоданом. А также некий информатор заявил, что Дима попросил Ольгу съехать с его квартиры. Как вы помните, Вика Берникова недавно стала мамой. И вот на днях она с сыном львом уже выписалась из роддома. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.